Слушайте, это уже сюр какой-то, вы новости последние два дня вообще читали, следили за ними? Я, например, столько всего интересного успел узнать от Захаровой о том, что НАТО готовит несанкционированные российские митинги, инструктируют координаторов из ФБК НАТО, понимаете? То есть всем составом, а в Альянс 28 стран на минуточку входят, и вот ребята бросили дела, ай да, инструктировать ВИА Волкова, митингами теперь там занимаются, впрочем, не только митингами, акциями с фонариками тоже, как выяснилось, ну что на день всех влюбленных анонсировали, ага, и Захаровой об этом, значит, телеграммы молнии шлют, кстати, про фонарики-то вообще беда, в Госдуме светлые головы активизировались, как только сторонники Навального, ну который кому он нужен, так вот, как только сторонники Навального анонсировали акцию на 14-е, ой, что началось в парламенте, один депутат в срочном порядке бросился разрабатывать законопроект о запрете этих самых фонариков, второй вообще договорился до того, что фонарики фашистское изобретение, а фонарики-то не знают. Призывы все эти светить фонариками в темноте, это, в общем-то, на самом деле, знаете, это не милая акция про любовь, это такая цветная технология шарпа, и вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Помните голливудский фильм «Обитель проклятых» в свое время в прокат вышел? Там еще по сценарию власть в психушке захватили психобольные. Правда, зритель это понимает ближе к развязке, так вот у меня сейчас складывается ощущение, что мы все живем в этом фильме, ну или в похожем. Начинаем! Вообще умиляюсь, наших лживых политиков и продажных пропагандистов эти упыри уже не знают, в чем бы еще того Навального обвинить. Фашизм и нацидом был не прокатило, ни одного убедительного аргумента не привели, ну кроме привычных россказней о вовлечении несовершеннолетних в политику. Провели там какую-то кривую параллель с Гитлером Югентом, на что получили, на мой взгляд, совершенно справедливую ответочку. Ну вот, например. Здравствуйте, у вас на территории школы размещена незаконная политическая агитация, что запрещено законом образования. На стенде ухода с той стороны. Кандидат от «Единой России» Ирина Белых. Незаконная политическая агитация. В образовательном учреждении. Как это понимать? Кто распорядился разместить? Воконная политическая. Или еще, пожалуйста, тут уж совсем впрямую ребятишек в эту самую политику втягивают. Не знаю, впрочем, можно ли прикрутить к этой ситуации Алексея Анатольевича. Вот здесь должен был быть фрагмент известного клипа «Дядя Вова, мы с тобой» в главных ролях. Маленькие дети и депутат от «Единой России». В последний момент оказалось, что на клип заявлены авторские права. Самое смешное. От иностранной компании с говорящим названием «Сиди Бэйби». Ой, а с ветераном че учудили? Завтра вот продолжение судебных слушаний нас ожидает. Хотя там снова туго с аргументами. Ну, во всяком случае, такое ощущение складывается. Сам ветеран не понимает, каким боком он в эту историю вообще затесался. Заявление как выликнулось. Потерпевший не писал, а суд идет. Завтра повторюсь продолжение. Короче, кроме смеха. Данные слушаний никаких других ассоциаций эмоций не вызывают, да и выглядят по-дурацки. А самое главное, давайте не будем забывать, что любой суд для главного оппонента Владимира Владимировича, это ведь еще и публичная трибуна, то есть если в эфир Первого канала Навального можно просто не пустить, про митинги в его поддержку там же на Первом можно просто не говорить, то суд-то как бы хозяева организовали, а значит, песикам придется. Из зала заседания вещать придется давать в эфир фрагменты выступлений путинского врага номер один. Я смотрю вот на это на все. И реально мне противно и невыносимо. Мало того, чтобы этого несчастного человека, который в соответствии с материалами дела, в соответствии с тем, что мне говорят следователь, находится в беспомощном состоянии. Вы его нескольких месяцев используете как куклу, вы сейчас его посадили, я же видел, что он был без маски, маску на него нацепили, поэтому я когда-то, чтобы дать возможность не сидя, а хотя бы лечь, и дать возможность снять эту идиотскую маску. Раз уж вы решили его использовать для этого омерзительного, пиарского протеста, вы издеваетесь над 95-летним человеком, который вообще не понимает, что происходит. Просто издеваетесь. Вопрос о том, кто такие предатели, фашисты и политические проститутки, это те люди, которые их устроили. В общем, как по мне, бездарные киренковские дуралей пока только лажают. Я про политтехнологов из АП, если кто-то не понял. Хотя оно и неудивительно. Пиарщик, как и спортсмен, постоянно должен поддерживать форму. Согласитесь, если чемпион вместо спортзала и соревнований ляжет на диван и начнет жрать гамбургеры, он очень быстро перестанет быть чемпионом. У пиарщиков то же самое. Им нужна движуха. Нужны серьезные выборные кампании. Нормальные политические процессы. Только в таких условиях они смогут оттачивать свое мастерство. А ребята на попе ровно. Почти 20 лет сидят. Вот мозги жиром и заплыли. То есть, пока мы видим, что Навальный разделывает оппонентов под орех. В очередной раз разделывает. И видим, это не только мы, но и мир. И даже ватники по любимому телевизору. Реальная журналистика. Врагу не сдается тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Однако, если еще вчера утром я думал, что этими гнилыми повестками все и закончилось, надеялся, что господа оттуда протрезвеют. Да петрят, что все это глупо выглядит и это явно не идет на пользу партии, правительству и, конечно же, королю. Похоже, что просветлением в тех головах даже не пахнет. Да чего там намека нет на выздоровление? Они ведь как слон в посудной лавке, пока окончательно все не переломают. Пока собственные рейтинги не похоронят, будут крушить. Помните, какой классик? Пилите гирю Шура. Кто бы сейчас упыри новую глупую тему качают. Оказывается, Навальный за легализацию однополых браков когда-то выступил, нашли даже интервью столетней давности, которое человек давал про кремлевской потаскушливой гиве Собчак в бытности ее работы на дожде. Вот оно. А вы готовы разрешить гей-браки? Я считаю, что нам нужно идти по пути, по которому шло США до решения Верховного суда, а именно проводить референдумы на уровне субъектов федерации. Отношения к гей-бракам, безусловно, будет очень разное в Дагестане или в Санкт-Петербурге. Но лично я, если бы было голосование, я не имею никаких проблем и препятствий к тому, чтобы разрешить людям заключать брак. Это интервью сейчас по всем соцсетям и мессенджерам летает. Совершенно понятно, кто стал инициатором вброса. Но сказать хотел не об этом. Итак, давайте детально разберем всю историю. Первое. А Навальный ли легализовал в нашей стране однополые отношения? На пальцах. 121-я статья мужеложства отменена в 1993 году Верховным Советом РСФСР, а потом и Госдума, ставшая преемником Совета, с этим согласилась. Навальному, кстати, в тот момент было 15, поэтому не получается, что это он сделал. Да и в Думе Алексей Анатольевич не был никогда. Тогда кто? Правильно. Все те, кто сидят и в нынешней Государственной Думе, то есть члены Единой и Справедливой России, КПР, ФЛ, ПДР и даже Яблоко, вот они легализовали однополые отношения в России, а теперь, значит, пытаются свалить он и она кого-то еще. Кстати, пропагандисты нынешние, Соловьев с Киселевым и прочие в те времена, между прочим, кричали о правильности и своевременности данного решения, сегодня что-то переобулись. Впрочем, о чем это я? Призвание у них такое лжецами и популизаторами быть, от слова популизать. А теперь самое главное, это будет уже во-вторых. Вот гей один попал, ну не знаю, в тюрьму, а к нему не может прийти его там муж и жена, потому что у него нет, у него нет подписанного договора, целая проблема, наследование не работает и все остальное. Я недаром показал именно это выступление Алексея Анатольевича, потому что в данной ситуации он говорит как юрист, но я все-таки поясню на более понятном языке, что именно человек имел в виду, начать предлагаю издалека. А какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово брак, свадьба, жених, невеста в белом платье, бла-бла-бла, штамп в паспорте, верно ведь? И только такие, главным образом, в пользу моей версии, говорит хотя бы то обстоятельство, что люди чаще всего при упоминании там о свадьбе, о браке нынче, отвечают, мне не нужен штамп в паспорте, а между тем, мы подошли к главному. У института брака есть еще одна сторона, гораздо более важная, именно эта сторона юридическая. Поясню, представьте, живут двое, ведут какое-то совместное хозяйство, квартиру купили, машину, бизнес создали, активами некими обзавелись, но вдруг настал момент, когда эти люди поняли, что не созданы друг для друга и решили расстаться. Бывает такое? Да, и достаточно часто. А по какому принципу они должны имущество разделить? По принципу, кто сильнее, тот и прав, мол, у меня есть дядя депутат, значит, я все забираю себе, а ты, дорогая, иди лесом. Вот. Именно для таких случаев и был придуман институт брака. Это юридическая сторона вопроса. Это не просто штамп в паспорте, уж тем более, не белое платье или там первая брачная ночь. Это юридический договор, по которому люди друг перед другом несут ответственность. Вот об этом и говорил Навальный, когда выступал за разрешение этих пресловутых однополых браков. Семен, Семен, ну что вы? Поймите одно, люди нетрадиционной сексуальной ориентации и без Навального были, есть и будут. Те, кто выступают за разрешение их браков еще раз, они предлагают лишь дать таким людям право существовать в рамках действующего законодательства. И не надо самим себе врать сейчас, будто не понимаете о чем я говорю. Дело не в том, чтобы узаконить нетрадиционный секс, а речь о правовых отношениях. Ну, налоги ведь гомосексуалы платят. То есть, этот закон на них распространяется, и вы не особенно тому противитесь. Я, например, ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь сказал, нет, по этой дороге я не пойду, потому что она построена на налоги, собранные с гомосексуалистов. Или, ой, от этой государственной субсидии я лучше откажусь, поскольку ее за счет отчислений геев сформировали. Или, вы знаете, таких, ребят, да жуликам просто удобно постоянно разыгрывать эту ЛГБТ-карту. Они нас дурачат с ее помощью. Смотрите, смотрите, он геев поддерживает, нет. Он говорит о законе для этих людей, а геев в 93-м поддержали как раз Жириновский, Зюгановы, Памфиловы, Лахова, та самая, которая с мороженщиками минувшим летом воевала, Явлинский, ну и так далее. Вот они легализовали гомосексуализм в России. Вот эти вот фамилии вспоминайте, когда для вас в очередной раз включат песенку о геях. А вообще, друзья, я к чему подводил. Вы поймите одно, политики это самые лживые существа на свете, как знаете, замполит в армии, который всегда тебе улыбается. А однажды ты узнаешь, что человек всю дорогу на тебя стучал, политик никогда не скажет, что он думает на самом деле. Он говорит только то, что хотят от него слышать массы, его натаскивают на это. Целая наука существует по данному поводу политтехнологии называется. По большому счету любой политик это манипулятор. И чем он опытнее, тем больше в нем лажа, что кстати стало одной из причин, почему сами политтехнологи когда-то решили власть должна быть сменяемой и прописали оное, в том числе в российской конституции. Меня действительно поражают фанатики, которые свято верят, будто тот человек из новостей его лучший друг ага, и этот лучший друг ночей не спит, думает, как там оборванец из Самары поживает, считающий меня карифаном. Господа, вы вот об этом вспоминайте почаще, а не девочками, фанатками Ласкового Мая, уподобляйтесь. Все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Спасибо кафе Фаина Раневская за предоставленное для съемок помещение. Здесь тепло, светло и мухи не кусают и отдохнуть можно, что немаловажно. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте системы, предлагайте, поднимем, обсудим, а я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.